Фейковая ностальгия 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 людей. К примеру, когда один из его модераторов решил покинуть проект, то он просто распространил по всему сайту личную почту этого модера. Для него люди были игрушками, потому что он был здесь главный, у него была неприкосновенность. Каждый пользователь графиктории подвергал свою личную информацию риску, даже если вы были очень близки с Energy Cell, рано или поздно он слил бы ваши данные. А данные у него были, поверьте мне. Ведь он имел прямой доступ ко всей датабазе всех пользователей, которые хоть раз юзали клиент графиктории. Ой, клиент графиктории это вообще отдельный мем. Пользователи, у которых были антивирусы при установке клиента, замечали, что их антивирус каким-то образом удалялся с компьютера. И что еще более смешно, происходило это по той простой причине, что антивирус воспринимал графикторию как нежелательную программу и пытался удалить ее. Но вместо того, чтобы чинить и исправить проблему, Energy Cell решил рубить ее на корню и просто удалять антивирус при установке графиктории. Кроме того, при первом запуске приложения, Windows спрашивал у вас разрешение на общение по определенным сетям. Energy Cell утверждал, что это делалось для того, чтобы игра нормально работала. Но если бы вы отклонили запрос, ничего бы не изменилось, игра бы все так и продолжала нормально функционировать. На самом деле, это нужно было для работы античита, с которым Energy Cell не захотел заморачиваться, в отличии от Фина и Нобилиум. Решил, так сказать, пойти по легкому пути, ведь когда вы нажимали на кнопку разрешить, выдавали ID и IP своего компьютера, что кстати нарушало конфиденциальность пользователя, но нашего проказника это никак не волновало. Тем временем в его дискорд сервере происходили настоящие дискорд-драмы, и чтобы Energy Cell было удобнее в них участвовать, у него было два аккаунта его сестер, Джаниты и Лиз Кей. Как вы уже поняли, они были не настоящими, это были просто его твинг-аккаунты. Ими он пользовался, когда не мог ответить человеку, со своего основного. С них он просил булить определенных людей или даже додосить определенные сайты. Вообще, как можно понять по сообщениям, у Energy Cell очень плохо с психикой, ведь какой человек в здравом уме будет так огрызаться на пользователей и буквально банить людей по IP за то, что они жалуются на какие-то баги в клиенте и хотят помочь улучшить игру. Ну и как вишенка на торте его биографии и инсценирование... Когда графиктория однажды закрылась, он написал с аккаунтов своей сестер, что по... жизнью через... Это было очень резонное событие в то время, и люди искренне жалели этого человека. А потом он пришел как не бывало... Йоу, да я жив! Перезапуск проекта! В итоге графиктория перезапускалась аж четыре раза. Последний перезапуск должен был произойти в начале 2023-го, но Energy Cell в итоге это все надоело, и он выложил исходный код своего проекта на гитхаб и ушел из разработки, по всей видимости, уже навсегда. Вот так один человек смог населить очень большому количеству людей, игроков Роблокса, да и в принципе послужил причиной закрытия нескольких проектов. И искренне надеюсь, что сейчас Energy Cell смог подлечить свои нервишки и вообще стать нормальным человеком, и больше такой дищи он, надеюсь, творить не будет. Ну а большая часть людей, которая стала его жертвами, это примерно 30 человек, объединились и создали огромную документалку на полчаса. Она, правда, на английском языке, но кто захочет, тот сможет с ней ознакомиться. Львиную долю информации я брал именно оттуда. Ну а я хочу выразить огромную благодарность всем бустерам, которые поддержат мне копеечкой. В особенности, Ваня Геймс Аниматору, Геваксу и Лукасу Петренко. Огромное вам всем спасибо. А с вами был Тимох, и до скорой встречи, всем пока-пока, удачи!